Последний рывок на финишной прямой и заветная победа. Велозаездие среди детей быстрее всех Ильяс Хабибуллин. О том, сколько времени юный спортсмен уделяет велоспорту, говорит пройденная им дистанция в прошлом году. За прошлый год я накатал 1363 километра. Я люблю в основном кататься за городом, в лесу, по бездорожью в основном. Вполне ожидаем был результат и Сергея, мастера установки газоперерабатывающего завода, который на этих соревнованиях показал лучший результат среди мужчин. В зимнее время «Газовик» активно занимается лыжами. Впрочем, Сергей старается принимать участие во всех спортивных мероприятиях, организуемых Обществом «Газпромдобыча Оренбург», в том числе и в велосоревнованиях. В конце было довольно-таки уже тяжеловато. Пришлось немножко напрягаться. Соперник был не из слабых. Я первый раз вообще по этой трассе проехался. Никогда здесь не был. Замечательное впечатление от этого. Соревнованиями по маунтинбайку члены клуба велолюбителей Общества «Газпромдобыча Оренбург» открыли новый сезон. Всего до наступления зимы «Газовики» планируют провести еще четыре аналогичных спортивных мероприятия, не считая массовых велопарадов, первый из которых в этом году в честь Дня Победы состоится 10 мая. Добавим, что на сегодняшний день в велоклубе «Газовиков» состоят 180 человек. Ряды ширятся клуба. Это значит увеличится количество людей, которые таким образом за здоровый образ жизни голосуют. Ну и в этом, наверное, одна из основных позитивных, сослагаемых деятельностей нашего клуба. Отметим, что по итогам всех соревнований и по количеству пройденных километров в течение лета в сентябре будут награждены самые активные спортсмены клуба велолюбителей Общества «Газпромдобыча Оренбург». Александр Сергеев, Игорь Бероев. Новости дня. Продолжение следует...